Шарпудин, мы тебя спрашивали про бонус, а теперь ты уже точно знаешь, что он есть, а ты говорил, что деньги нужны. На что уйдут 50 тысяч? Деньги всегда нужны, особенно бойцам, потому что до этого мы проходили голодную жизнь, где-то жертвовали многим чем. Посмотрим, как раз делюсь, вначале всем своим друзьям, кто меня поддерживал по подготовке, какие-нибудь подарки, посмотрим сейчас, буду думать, это очень приятный для меня бонус, честно говоря, хотел работать и все время стремился к этому, и в российской организации, когда дрался, показывал зрелищные бои, красочные, и всегда удостаивался бонусу, ну, 50 тысяч рублей и 50 тысяч долларов, согласитесь, разница большая, и там я получал 50 тысяч рублей, то есть получше 50 тысяч долларов, и радость тоже разная. Есть такое ощущение, что когда дерешься в Саудовской Аравии, тебе может после боя подойти шейх какой-то, не знаю, подарить коня, подарить автомобиль, подарить себе какие-то, не знаю, апартаменты в Саудовской Аравии, в Абу-Даби. Было ли что-то подобное после боя? Потому что, ну, когда ты выходил на бой, когда ты победил, как будто бы были самые большие аплодисменты, самые большие крики, вот ты прям нравишься местной публике. Честно говоря, пока такого не наблюдалось. даже не то, что шейхи, да, здесь как-то со своего родного края, там, ничего не было, у человека нет, но и каких-то больших там бонусов, и машинки гуляют, и квартиры, я не говорю уже о видастах. Пока такого нет, может быть, как говорится, с нафиг на тазах. Бывает ли, просто в этот раз с тобой приехало, по-моему, 10 человек уже, бывают ли такие мысли, что люди вокруг тебя только из-за побед, и если победы не будет, то, возможно, уже будет не 10 человек, не знаю, один или два? Все эти люди, которые со мной сейчас есть, они были на протяжении большей части моей карьеры, многие из изначально карьеры моей, которые многие в процессе приобрели, где я с кем познакомился, и по душе близки, которые были и по духу, и которые помогают, пытаюсь держаться тех людей, кто уже, ну, раньше, давно еще зарекомендовал себя. Асамбек Бадаева в его телеграм-канале попросили прокомментировать твой бой, не знаю, видел ты или нет. Он сказал, что, ну, Шар молодец, что выиграл, поздравляю его, но оказался ему ты сырым, что ты на это можешь ответить? Нечего. Ну, ты себя считаешь сырым бойцом? Сырым? Какая сырым? Слово сырым для бойца, я думаю, не то слово, которое я решил подобрать в мою сторону, это упрек какой-то или что. Это, как говорят о человеке, у которого не все навыки развиты? В чем-то он еще там не готов? Ну, если он так говорит, то у меня не все удержится. Сегодня был такой эпизод. Мы вот даже с коллегами смотрели твой бой. В третьем раунде казалось, что, кажется, две или две с половиной минуты твой соперник не ударил ни разу. А тебе самому не казалось странным, что будет так складываться? То есть ты просто его избиваешь, как будто отрабатываешь удары. Как ты сам это видел? Ну, моя задача то, что была в первом раунде, я ее хорошо выполнил. И после этого ему уже ничего не оставалось, кроме как терпеть мои удары. Потому что тот урон, который я нанес в первом раунде, был достаточным, чтобы его полностью приземлить и остановить его. Какие-нибудь нападки в мою сторону. Потому что я дил ему две конечности, две ноги. И он не мог уже так передвигаться в мою сторону шустро. Я ему пробил в первом раунде пару с корпус неплохо. И его дыхание уже не такое было, как в начале раунда. И в клинче тоже я забрал у него все соки. И ему ничего не осталось, кроме как ждать финального. Финиш Хима же с моей стороны. И я уже пошел на абордаж. Твой, когда был прошлый бой с Бруно Сильвой, казалось, что борьба была хуже. Кому стоит сказать спасибо, что сейчас ты очень классно в клетке работал. Я видел, что у тебя в тренировочном лагере сусул Абулбари Гусейнов. Это черный пояс из Петербурга. И Марат Гафуров. Да, я приобретал какие-то навыки с Абулбари. На сборах с ним состыковались. Потом Марат Гафуров очень сильно помог его залу. Вообще, честно признаться, к Бруно Силу, когда я готовился, я не ходил на борьбу. Потому что у него все победы. Были там 23 победы, 21 нокаут. И для меня было важно, что он меня не напаутировал, а перевел. Потому что перевести... Он меня перевел. Для меня это, ну, как бы... И от этого ни холодно, ни жарко, ни больно. А когда ты получаешь нокаут, твоя карель может на этом восстановиться. Поэтому такими вещами я относился серьезно. Ну, все мне говорили, даже при том, что когда он потерям бывает, он не бросается в ноги. В моем бою он стал борцом. Самая цитируемая новость, что Дэйна Уайт сказал, что вряд ли ты сможешь выступать в Америке. Видел ли ты эту новость? Понимаешь ли ты и почему? Я не видел новости. Я пока даже не заходил в соцсети. И не смотрел, что там происходит. Ну, посмотрим. Все возможно. Вероятно, он имеет в виду, как бы, опять же, допустит комиссии или нет. Задумывался ли ты об этом? Ну, я знаю. Там были разговоры, что бывают какие-то сложные атлетические комиссии, очень строгие в каких-то моментах. Ну, пока что я везде дрался. И не было для меня проблем каких-то. Для меня много невозможно становиться возможным, если иметь хорошее желание и мотивацию. Ты не загадил в интернет, но, наверное, знаешь, исход последнего боя. Кремль-Скеров проиграл нокаутом Роберту Уиттекеру. Его спрашивали уже тоже о потенциальном бое с тобой. Он сказал, что готов вообще любой бой принимать. А тебе вот, как-то не знаю, после просмотра боя и Крама, и Роберта, занозило и захотелось подраться с Робертом, потому что это тоже такой злобный нокаутер, который любит прям сжать капу зубами и зарубиться. Да, мне нравится боиться у Роберта Уиттекера. Он очень техничный и дал поправление. У меня в UC следил за ним. Мне нравилось его ведение манеры боя. Очень крепкий бойец. По сути, для меня, наверное, стилистически самый такой тяжелый вариант. Но я готов с ним зарубиться. Я вижу, что как он бьет, так же он и получает. И любой удар в нашем бою может быть последним. И готов с ним зарубиться. Он хороший парень. Мы с ним пообщались, познакомились. Ко мне подошел, управлял руку, сказал, Настю Митя. Приятный парень, видимо, и тренер у него хороший. Потом он ко мне подошел, сфоткался. Удачи пожелал другого. У меня два последних вопроса. Вот бойцы говорят, что когда ты бьешь лоу-кики, но атакуешь лоу-киками, у тебя потом опухают ноги и тоже болят. А вот тебя, допустим, сейчас отпустил адреналин. А ты сейчас технически мог бы пробить лоу-кик безболезненно для себя? Я думаю, да. На протяжении всей карьеры сталкиваюсь с этими вещами. И сегодня я не видел, что у меня блоки ставят. У нас бывают тайские боксы. Мне нравились каждый день. И каждый день какая-то часть на следующий день уже могла не работать. И в конце ты мог только два удара сделать. Одной рукой и коленом бить. Остальные части могли быть травмированы. Но есть такая вещь, что когда это очень сильно нужно, ты можешь это и применить. Ты сегодня сказал довольно яркие слова после боя. Вспомнив, какая сегодня дата, 22 июня. А ты держал это в голове до турнира еще? Или просто на эмоциях ты пришла? И почему, в принципе, решил сказать? Да, это было 22 июня. Мы все знаем эту дату. И поэтому для России очень знаменательная дата. Хотелось посвятить победу нашему народу, который боролся с нацистами. И продолжать эту дату. От меня тоже последний вопрос. Я вот не видел, возможно, пропустил. Какой-то комментарий по бою твоего брата. Он дрался с Расулом Мирзаевым, проиграл. И вот, может быть, ты хочешь как-то его тоже, не знаю, подтянуть к себе. Потому что, как будто бы ты понял уже, как нужно тебе правильно тренироваться. С кем там, как выстраивать тренировочный процесс. Да, у брата немного проблемы бывают, подготовка. В этот раз у него вообще была кошмарная подготовка. Даже подготовку нельзя назвать. Просто мы не стали после боя рассказывать все это, забирать как бы часть победы в Расулом. Говорить и оправдываться. Потому что сваливать на что-то и так далее. Но это была очень кошмарная подготовка. Его подготовкой назвать нельзя. И там было очень... Просто ему не стоило выходить на этот бой. И мы, по сути, выпускали его на один раунд. Потому что знали, что в конце первого раунда, если вы видели, уже побелел. И на второй раунд его нельзя было выпускать. Он был уверен в себе. И поэтому он старший брат. Я не могу ему периодически сказать. Не дерись. Он был уверен и хотел драться. Но не стоило выходить. Он только в неделю боя выздоровел от коронавируса. Признаться честно, мы оба болели. Мы оба болели. Это не пять. У нас хандрила конкретно. Там, я не знаю, очень тяжелая болезнь протекала. И вот нас одновременно отпустило. У него была неделя боя. У меня оставалось месяц до боя. И я-то понимал, что у меня есть месяц еще и так далее. И до боя я был в горах. И знал, что горы это в любом случае. У меня пустит. Через время это меня восстановит. У меня иммунитет крепкий по себе. А его иммунитет был слаб. Я только в день боя мне, когда он дрался. Мне более-менее стало лучше, что я мог на трон. Он этой слабостью все боролся и вышел на бой. И не хотел обломать организацию. Прошел. И был уверен в своей силе, что попадет. Он попал. И почему-то решил включить свое джентльминство.